Аспирант радиоастрономического института Алексей Патоков в месяц получает 2700 гривен. Больше половины этой суммы уходит на аренду жилья. При этом, рассказывает молодой ученый, 7 дней в месяц на работу он ходит бесплатно, а заниматься научной деятельностью приходится в холодных помещениях. Вот, например, в березнь мы уже не опаливаем свое помещение, и начали опаливать его, кажется, лишь в грудь или в сечение, чтобы экономить. То есть сидели в холоде, мерзли, работали как-то так. Такая ситуация, говорят ученые, сложилась после того, как Национальная академия наук Украины финансирование из госбюджета сократили почти на 750 миллионов гривен. На самом деле у нас финансирование очень низкое. Воно не то, что 3% ВВП не дотягивает. Воно, в целом, гневно, я сейчас не скажу о процентах, но в абсолютных цифрах это 2,7 миллиарда. Для поревняния, например, борг Укрзалезницы 35,5 миллиарда. То есть найти такие древние кошты для финансирования науки держава может. Участники митинга, который организовала Харьковская региональная организация профсоюза работников НАНУкраины, настаивают на необходимости проведения немедленных реформ. Но вместо этого, говорят ученые, правительство пошло самым коротким путем. Сократило финансирование, что, по их мнению, грозит увольнениями и уничтожением науки. Наша академическая наука поставлена, я считаю, на грань выживания. Мы считаем, что против нее сейчас производится геноцид. Основное наше требование, конечно, увеличить финансирование, чтобы мы могли сидеть в нормальных условиях, с нормальным оборудованием, которого мы не получали уже много-много лет. И с нормальной перспективой, чтобы вернуть уважение к человеку умственного труда. На акцию протеста вышли представители практически всех академических институтов НАНУкраины, территориально расположенных в Харькове. Первое подобное мероприятие состоялось 16 марта во Львове. Аналогичный митинг сегодня прошел в Одессе. Следующий на очереди – Днепропетровск. Надежда Тофан, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».